ТЕРИТОРИЯ МАШИН Сотрудники, которые закрывают номера бумажками, тряпками и компакт-дисками. Интересно то, что скрытый подобным образом знак не спасает от эвакуации, если автомобиль припаркован в неположенном месте. А вот парк он, штраф выписать уже не может. Теперь сотрудники администрации московского парковочного пространства, из тех, кто ходит пешком, будут посторонние предметы удалять. Если парковка не оплачена, последует штраф. Помимо, собственно, собираемости штрафов, московские чиновники преследуют и еще одну цель. Снимая бумажки с номеров, они борются с терроризмом, особенно в преддверии праздников. Это, конечно, хорошо, но почему-то звучит как отговорка, особенно на фоне разговоров о расширении зон платной парковки. Но есть и хорошие новости. Мэр столицы нашей Родины заявил, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в два раза. Произошло это, по словам градоначальника, благодаря системе видеофиксации и наблюдения, а также слаженной работе органов МВД. За последнее время пресечена деятельность множества гаражных сервисов, где занимались не пойми чем. Проводится большая профилактическая работа, да и вообще, скоро мы будем жить, как в Лихтенштейне, тихо и не переживая за свое имущество. Тем не менее, пока в Москве машины угоняют, и немало. Недавно крупнейшие страховые компании обнародовали рейтинг самых привлекательных в этом плане автомобилей. Печальное первое место, и это почти традиция за Toyota Camry. Любят ворюги и еще две тойотовских модели – Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado. Из европейских марок угонщики больше всего любят Mercedes, особенно Гелендеваген. Активизировались они и в сегменте доступных автомобилей. В городе стали часто красть Hyundai Solaris и Kia Rio. Кстати, именно Solaris, по мнению гаишников, является самым угоняемым, а не Toyota. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться.